Служба в армии по-прежнему остается одним из главных этапов в жизни юноши. Каждый год службу в армии проходят тысячи молодых ребят. К этому молодой человек должен быть готов и физически, и духовно. Будущим воинам необходимо пройти призывную комиссию, где уже будет решено, пойдет ли призывник служить дальше или останется дома. Призывникам предоставляется отсрочка для получения образования. Конечно, в первую очередь необходимо подумать о получении образования, а затем уже быть призванным в армию. И, конечно, сохранять свое здоровье. Здоров призывник или нет, решает врачебная комиссия. Прежде чем получить вердикт, годен или нет, юношам нужно будет пройти несколько медицинских специалистов. Из двух сотен ребят в этом году служить пойдут около пяти десятков. Остальные получат отстрочки по здоровью или для получения образования. Но от этого желания служить у них меньше не становится. Отношусь очень хорошо. Я считаю, что каждый мужчина должен служить. Ведь это же родина, да, мы должны за нее долг свой отдать. Служба в армии – это одна из важных дисциплин. Именно в России, так как наша страна является одной из величайших в мире, поэтому наша армия не должна отставать. Уклоняться от воинской службы также нельзя. Это грозит не только штрафом, но и уголовным преследованием. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Алексей Никокирил Александрович на заседание призывной комиссии прибыл. Врачи-специалисты выносят заключение, что вы должны. А, нет. Для тех призывников, кто имеет средне-специальное или высшее образование, появилась возможность изменить условия своей службы. Вместо одного года срочной службы, им теперь можно пройти два года службы по контракту. Выбор остается за призывником. Александр Мажеванов, Николай Абрюханов, телекомпания «Спектр», «Богучаны».